Точный портрет вашего мужчины. Давайте сначала вас посмотрим, что сейчас у вас происходит. Кто на меня сейчас смотрит? Сразу две карты. Ух ты, ну прям старший аркан. И по старшим арканам вы проходите. Человек, конечно, вы не обы кто. Какой-нибудь простой рабочий крестьянин. Но, может быть, в этой жизни вы и были простой рабочей мотористкой. Машинистка-мотористка. Я не знаю, почему мне пришла машинистка-мотористка. Строчили где-то, сидели на фабрике. Но, тем не менее, вы не из простого рода. Вы, женщина, непростая. Далеко не простая. По иерофанту это женщина, знающая, понимающая. За которой род стоит. Сильный род по иерофанту. Интуиция очень сильная, опять же, которая переходит, дается от рода. Это не просто так. Карта справедливости. Это все усиливается еще картой справедливости. То, что вы справедливы, это само собой разумеющееся. Это очевидно, что по карте справедливость. Ну и по справедливости вы очень чутко реагируете, когда происходит какая-то несправедливость. Когда чаши весов нарушены. Вот эта гармония нарушена. Когда вы видите какую-то несправедливость в мире или несправедливость по отношению к другим людям, то вы вот прям яро-яро защищаете людей, животных. Встаете на права защиты у животных. Если это касается человека, будете отстаивать какую-то правоту. Будете пытаться восстановить вот эту чашу справедливости, чаши весов. Будете пытаться восстановить, чтобы все было как с точки зрения справедливости. Не знаю, тут блокноты какие-то, блокноты, блокноты, записи. Записи. Кому-то что-то показываете. Или вы учителем на данный момент работаете, преподавателем. Или это в прошлом было. Или сейчас вот у вас по справедливости и по ярофанту это может быть и юриспруденция. Это может быть бухгалтер. Это может быть вот богучет. Это тоже самое, что бухгалтер. Аудит. Бухгалтерия и аудит. Вот такое это может быть. Психолог может быть. То есть вы или работали раньше, или вы все еще продолжаете работать, или обучаетесь. Потому что ярофант это также еще и наставник, учитель. Или вы обучаетесь на данный момент вот этим профессиям, которые я перечислила. Или кого-то даже обучаете. Или у вас может быть мысли есть такие. Открыть свои курсы, да. По бухгалтерию, например. Вот так. Тут еще могут быть какие-то профессии. Не знаю, вот у вас тетрадки какие-то в стопку лежат. Как журналы, журналы, блокноты. Записные тетрадки какие-то. Вот стопка на столе. Блокноты, журналы записные. Тетради для записей. Вот вы там что-то записываете. И это непосредственно связано с вашей работой. То есть это не просто так. А это именно говорится о вашей профессиональной сфере деятельности. Непосредственно это ваши работы касается. Давайте еще одну карту на вас. Что сейчас о вас расскажут, кто меня смотрит. Сейчас, на данный момент, у вас какие-то есть затруднения. То ли с какими-то бумагами, с документами, документы, бумаги. Возможно, эти документы и бумаги связаны с переездом, с полетом. Вы хотите куда-то поехать, но у вас не получается, например, открыть визу, получить визу. Или с документами что-то не складывается. Или конкретно нет денег. Не можете какую-то визу оформить. Не можете полететь. По этой карте затруднения, в принципе, финансовые могут быть. Как бы, ну, деньги вроде бы и есть, но мало-мало. Это могут быть затруднения и по здоровью также. Да, и если смотреть в триплете, вот эти карты, которые вышли, возможно, вы сейчас будете кому-то обращаться. На консультацию к юристу, например, к адвокату. То есть это может быть также вариант, что вы будете кому-то обращаться, потому что у вас есть какая-то потребность, нужда в чем-то. Или проконсультироваться, получить информацию. То есть вы будете обращаться к человеку, который вам поможет выйти из какого-то затруднительного положения. Или это юрист, адвокат. Возможно, вам нужно будет заказать аудит, да, чтобы проверку вам сделали, отчет вам составили, чтобы налоговая не накрыла, например, да. Декларацию, возможно, будете подавать. Декларацию о своих доходах. Я не знаю, вот на такая информация пошла. Декларация о своих доходах. Что тут еще может быть? В принципе, к каким-то чиновникам будете обращаться. Они вам будут как-то помогать в вашем благополучии, в вашем материальной какой-то стабильности. И по справедливости вы это получите. Вот эта чаша весов будет восстановлена. Также, если это касается здоровья, будете к доктору обращаться, да. То есть вы тут будете пытаться восстановить то ли какую-то справедливость. Я не знаю, или вам диагноз неправильно поставили, или неправильное лечение вам назначили. То есть вы будете или повторно обращаться, еще раз приходить к этому доктору, или к другому вообще, да. Чтобы другой доктор подтвердил диагноз, или подтвердил, насколько правильное лечение. Вот что-то как-то будете какую-то информацию уточнять для себя. У какого-то специалиста. Так, хорошо, с этим все понятно. Итак, обязательно напишите. Мне очень интересно читать истории, то, что вы пишете, потому что часто вот мне в потоке приходит такая информация. У меня же интуитивное прочтение. То есть я могу вот часто, что называется, я Милюшу попала. Это может быть даже, по этой карте нету такого значения. Ну, мне приходит информация. И я очень удивлена, я поражаюсь, насколько, когда вы пишете, подтверждаете эту информацию, что да, это вот у меня то-то и то-то. Я читаю, и я прямо, я удивляюсь. Очень интересно читать ваши, именно по вашей ситуации, комментарии. Итак, узнаем сейчас точный портрет вашего будущего мужчины. Какой это будет мужчина? Женщины, девушки, которые меня смотрят. Что это за мужчина будет? Точный портрет покажите, пожалуйста. Ну, мужчина, знаете, как будто бы на данный момент он уже чего-то добился. И многого, не просто чего-то, а многого. Девятка чаш. Эта карта называется Владыка неполного благополучия. То есть полное благополучие это десятка чаш, а девятка, это вроде бы и есть благополучие, но все-таки вот чего-то не хватает. Какого-то вот нюанса, какой-то вот краски. Ну, вот, да, как обычно, вот все есть вроде бы. И здоровье, и деньги есть, и какое-то благополучие, достаток. Ну, вот любви нету, да. Нету любимой женщины или нету любимого мужчины. Вот вроде бы все есть, я всем довольна в жизни. Ну, вот нету семьи, нету у меня любимого мужчины. Вот так же и тут у него. Вроде бы у него все есть. Аж девять кубков у него. И мужчина этого сам добился. Вот он сейчас как бы почивает на лаврах. Но вот чего-то ему не хватает. А чего же тебе не хватает? Вот скажи, что же тебе не хватает, дорогой ты наш мужчина? Как-то то ли одиночество, от одиночества хочется выйти на луну. Вот как эти волки воют на луну, да. Вот как будто бы от одиночества хочется выйти на луну. Так я понимаю, да. Любви хочется. Хочется любви. Пара. Не хватает ему на данный момент пары. Мужчина этот на данный момент одинокий. Одинокий волк. Одинокий голубь на карнизе за окном, да. Итак, ну расскажи о себе. Опиши свой портрет. Опиши свой портрет. Любви хочет пара. Ну, причем любовь не просто, а вот как тут благословенные небесами. Небесами благословенные. Вот ангел поднимает руки и благословляет вот эту пару. Причем это же карта влюбленные. И, как правило, на других картах прорисовка здесь, что один мужчина и две женщины, как правило. Но, что интересно, на этой колоде, в этой прорисовке, тут одна женщина, пара просто. Тут никаких любовных треугольников. Никаких вот этих непонятных, мутных историй. Треангуляции всякие, да. Вот эти вот все качели. Я тебя люблю, конечно, но я не знаю. Я не готов. Это не мое. Мне нужно подумать. То есть спать с тобой он готов, а жить с тобой нет. Он не готов, да. Или, например, жить с тобой он готов, он не боится. Ну, жениться на тебе он почему-то боится. Вот такой зайчишка. Зайчишка в трусишках, да. Тут просто вот обнять и плакать. Пареляканы, да. Пареляканы вот на всю жизнь. Просто вот такого мужчины я тут я рекомендую яйцом его откатывать. Вот этот пареляк, перепух, яйцом откатывать, на свече отливать, солью чистить. Ну, потому что, ну, это ж невозможно. Спать с вами он не боится, но жить с вами боится. А если и живет, жить с вами не боится, есть с вами, да, из одной тарелки, скажем, но жениться на вас боится. Это же явно надо парелякаться и снимать, яйцом выкатывать. Поэтому обращайтесь ко мне за чистками, за отливками на свече. Также заказать у меня расклад, личный расклад. Обращайтесь на Viber, WhatsApp. Получасовой расклад 40 долларов стоит, часовой 60 долларов. И также расклад через ваших предков 150 долларов. Пишите на Viber, WhatsApp. Все сделаем. Итак, давайте же вот о вашем мужчине, да. Ваш мужчина, он говорит, что никаких любовных треугольников, только ты, да, я, да, мы с тобой. Чтобы все было чутенько, ясно, да. Расскажи о себе. Так, король кубков. Ну, человек любвеобильный, человек может быть сентиментальный, мягкий по характеру, да. И вот здесь еще девятка кубков. По характеру он довольно-таки мягкий. Плюс еще вот этот аркан влюбленные вышли, тоже его характеризуют как человека ни скандального, ни склочного, мягкого, который будет идти на уступки, будет углы обходить какие-то. Тем более, вот король кубков. Это вам не король мечей вот такой вот циничный, кладнокровный, какой-то, вот знаете, только что было по его, как он сказал, и все вот этим мечом. Он рубанул, и все, и вас в блок отправил к хуям, да. И вы сидите в этом блоке, непонятно, когда это, когда он даст вам разрешение выйти из этого блока. Нет, тут довольно-таки мужчина мягкий, такой обходительный, может быть уступчивый, он не будет спорить. Да, возможно, для некоторых такой мужчина, на первый взгляд, покажется бесхарактерным, бесхребетным. Тоже, тут надо, что же вам понимать, вы что хотите, или вот такого вот, какого-то такого не в себе, не вменяемого, не в адеквате, который не идет ни на какие уступки, с которым договориться невозможно. Да, тут уже от вас зависит. Но, по крайней мере, мужчина вам такой по судьбе идет. Ну, от вас уже будет зависеть, примите вы такого красавчика, или вам все-таки с ним будет скучно. Вот, кстати, вот с таким мужчиной, часто женщинам-невротикам бывает скучно. Почему вот от таких вот положительных, хороших, спокойных мужчин, женщины-невротики отказываются? Потому что с ними, как правило, вот ей кажется, что он скучный. Нету вот этих страстей, нету вот этих качелей, и люблю, и ненавижу. Когда то в блок отправил, то потом сменил свой гнев на милости, и это все сопровождается бурным сексом, да, когда вот такие ссоры, да, мордобития, а потом вот такие же бурные, бурные примирения. Вот почему, вот почему зачастую вот женщины-невротики вот с такими токсичными мужчинами связываются? Потому что все построено на вот этом, на гормонах, на гормонах стресс, на гормонах кортизол, дофамин, когда вот гормоны прыгают, штырят гормоны, бьет по глазам, адреналин, и прям вот ты чувствуешь, жизнь кипит, страсть бурлит, кровь горит, прям, да, бабочки, вот бабочки в животе до умопомрачения, от поцелуев, просто вот реально ноги подкашиваются, и в глазах темнеет. Да, это, конечно, все привлекательно, это вот страсть будоражит, но это же на самом деле, с точки зрения психологии, это нездоровые отношения. Здоровые отношения, они спокойные, без вот этих всех взлетов и падений, без вот этих всех блоков, без вот этих всех каких-то качелей, вот эти вот техники, маятник, техника далеко, близко, холодно, жарко, когда-то унизил вас, то потом на следующий день вам какие-то дифирабы поют, как ему с вами повезло, ну вот такое какое-то неадекватное поведение, это же все ненормально. А самые долгие отношения, это когда спокойно все, без вот этих вот истерик, без вот этих страстей, ну опять же, как я сказала, женщинам-невротикам, с нездоровой психикой, вот тянет вот это вот, они же почему притягиваются вот эти вот абьюзивные мужчины, нарциссы, потому что ей нужно вот это вот страсти. И таким женщинам, вот спокойные мужчины, кажутся скучными. Ну тут вам, конечно, уже решать. Примите вы такого, будете с ним вы, пойдете вы с ним в отношении или нет, ну по крайней мере, вот вам мужчина такой идет по судьбе. Спокойный, уравновешенный. Тут вы даже будете выбирать, потому что еще вышел король Пентакли. Ну это, мужчина тоже спокойный, но он больше, знаете, такой трезвый, нацелен больше на материальное, больше приземленный. Тут не будет вот какой-то именно душевной чувствительности, сердечной. Тут мужчина нацелен на то, чтобы комфорт дать, обеспеченность какую-то. Ну и часто от таких мужчин можно услышать, ну что ты хочешь, что ты еще хочешь, вот у тебя все есть. Я тебе все купил, золото, шубы. Ну вот реально, у тебя все есть. Я тебе дом купил, квартиру купил, чем ты еще недовольна. А недовольна, потому что часто вот у таких прагматичных королей Пентакли не хватает вот этой романтичности. А мы же девочки такие, мы девочки такие девочки, да, вот нам постоянно чего-то не хватает. Ну будем честными, да. Когда есть любовь, ну ёб твою мать, зато денег нету, мы недовольны, да. Встречаем мужчину, который нас обеспечивает, ну он не романтик, тоже, блядь, недовольный. Что ты будешь делать, да? Нету в жизни, нету в жизни вот этой, как это называется, совершенства, да. Нету предела совершенства. Все чего-то хочется, большего, большего. Так вот у вас тут будет выбор. Другой мужчина будет более обеспеченный, будет вас обеспечивать, но с другой стороны вот не будет у него романтичности, не будет вот этого. Как-то он будет скупой на комплименты, такой вот на слова скупой, но он зато тут будет действовать много. А вот этот король чаш, он будет романтичный, и он такой, что и комплименты вам наговорит, но тут по деньгам у него будет маловато. Хотя тут и показали, что у него как бы все есть, но не настолько и много. У короля Пентакли это больше, однозначно больше у него. Продолжение следует...